Перейти дорогу, подвергая жизнь опасности. К нам в редакцию обратились жители 35-го комплекса, который ежедневно переходит проезжую часть в районе остановки 36-й комплекс на свой страх и риск. Дело в том, что здесь оживленное движение транспорта, и оно никак не регулируется. Нет знаков ни ограничения скорости, ни предупреждающих. Мало того, поблизости нет даже зебры. И это несмотря на то, что самые активные участники дорожного движения здесь дети. Сейчас Челныя начнут строить, что здесь 17-этажки. Сколько движений будет? Ну, не знаю. Там, во-первых, нет знаков. Нам нужен знак. Жители дома 35-6-3 уже не в первый раз собираются, обсуждая больную тему. Больше всего они боятся за своих детей, которым каждый день по несколько раз приходится переходить этот участок улицы Раскольникова. Но деваться некуда. Именно на той стороне построены самые необходимые учреждения. У нас там поликлиника, садик, школа. И нам не уступают дорогу. Мы неоднократно уже обращались. Наши дети рискуют своей жизнью, проходят эту дорогу, выглядывая из-за машин. Утром поток большой. Вожу где-то без 10-8. Поэтому приходится ждать. Ребенок иногда бежит вперед. Нету зебры. Перейти невозможно практически. Бывает при большом потоке. Да и сами юные пешеходы уже прекрасно осознают опасность, которой они подвергаются. Тяжело переходить движение дороги, потому что там очень большая скорость машин. И очень страшно. Очень страшно. Потому что вот смотрите, машины несутся на большой скорости. И люди не успевают переходить дорогу. Мы хотели бы очень зебру. Она нам очень нужна. Но ближайший пешеходный переход находится в полутора километрах. Соответственно, и дорожный знак, привлекающий внимание водителей к пешим участникам движения, находится там же. Однако местные жители с этим мириться не хотят. Ольга Руднецкая, например, уже второй год пишет письма в различные инстанции с просьбами о помощи. И с полком ГИБДД. Дело дошло и до главы республики. Но... Нами было написано письмо, значит, непосредственно в Казань уже, значит, президенту. Мы обратились просто за помощью. Но пришло письмо о том, что... Значит, письмо это направили опять в исполнительный комитет и опять в МВД. То есть опять пошло все по кругу. В конечном итоге все ответы, полученные жильцами, сводятся к одному. В городском бюджете нет денег на то, чтобы организовать здесь пешеходный переход. Когда конкретно появится зебра, непонятно. А это значит, что взрослым и детям, живущим неподалеку, так и придется переходить дорогу, рискуя жизнями. Артем Смолькин, Эльнар Мустафин. РЕН-ТВ. Набережные Челны.